МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майкаин – единственное месторождение полиметаллов в Павлодарской области. Ведется разработка здесь более 80 лет. Здравствуйте! С вами программа «Наше достояние». Майкаинская группа месторождений известна с глубокой древности. Залежи эти открывали не один раз, но официальная дата – 1895 год. В начале 20 века предприимчивый англичанин под видом производства краски из местного сырья получал здесь золото. За короткое время было переработано 5000 тонн руды. Затем производство остановилось, и только в 30-х годах на Майкаине заработало действующее сейчас горное предприятие. Майкаин золото сегодня – одно из ведущих предприятий Центрального Казахстана по добыче и переработке золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд. Много переходных периодов было в жизни Майкаин золота. Сегодня получается так же, очень сложно работать, потому что руды и месторождения Майкаин, они полиметаллические, в нем золото, серебро, медь, цинк и другие полиметаллы есть. Также они очень сложны тем, что в нем присутствуют серно-колчеданные руды, которые очень трудно обогащаются. На сегодняшний день получается обогащение руд. Извлечение металлов в свитых руд доставляет около 50%. Много времени прошло, но в сегодняшний день технология вроде бы развивается, но решение проблемы нашей пока не найдено. На сегодняшний день на предприятии работает 610 человек. проектная мощность 500 тысяч тонн, но достигнутая мощность на сегодняшний день 420 тысяч. Это при работе обоих месторождений. Карьеры по добыче пульметаллов визуально самые красивые, но сейчас на Майкаине карьеры не действуют. В горнодобывающем комплексе два рудника. Майкаин подземный, Б и Алпыз. Но второй из-за финансовых трудностей и невыгодной эксплуатации временно законсервировали. Добыча пульметаллов на Майкаине открытым способом не ведется уже более 40 лет. Нам придется пройти 800 метров, чтобы узнать, как добывают полезные ископаемые. Это, к слову, самая плохо освещенная шахта, где удалось побывать в съемочной группе нашей программы. Горняки работают практически вслепую, по колено в воде. Начинается, как обычно, все с разведки. Здесь по выработке по этой, по рту. Значит, проходим в технологическую скважину для разведки. Предполагается, что через 10 метров должно быть рудное тело номер 3. Ну, здесь порода, чтобы по породе в проходку не вести дополнительные затраты. Мы бурим скважину. На метров 20, значит, станком ЛПС попадается рудное тело. Значит, продолжаем проходку. Когда в каждом забое, вот сейчас будем здесь, где отрыв плохой, значит, это. Здесь очень второе рудное тело, здесь медно-колчедановые руды. Они очень крепкие, значит, это крепость, вязкость, крепкость по буримости, значит. То мы делаем опережающую скважину, компенсационное пространство создаем. И на его, значит, на эту скважину бурятся шпуры, значит, отрыв лучше. И мы уже знаем примерно, как ведется дополнительная разведка. Мы уже знаем направление рудного тела. Затем настает время проходчиков. Таким большим перфоратором Амандык-Булатхан подготавливает породу для будущего взрыва. Вот пароходчик. В день обычно мы отрабатываем один забой. В основном здесь работает по два человека. 9-10 часов. Часть из них уходит на взрывы. Таких отверстий за смену получается 40-44 единицы. Такой аппарат работает при помощи воздуха и воды. Забои бывают разные по сложности происхождения. К примеру, этот мы скоро отработаем. Но бывают и сложные, на которые уходят несколько дней. Я по специальности буровой мастер. Работаю здесь уже 6 лет. Взрывы производятся несколько раз в неделю. Затем погрузочная техника вывозит руду на поверхность. Вообще рудник Майкаин вскрыт по классической схеме. Это два вертикальных ствола с электровозной откаткой по горизонту нарезка и отработка камер с церцевым донным выпуском. Добыча руды велась открытым способом. В карьере карьер уже 40 лет как не работает. В данный момент мы штальневыми горизонтами отрабатываем северо-восточный план. Здесь у нас портал 140-го горизонта, где в районе от портала около 800 метров ведутся проходческие работы. На горизонт сейчас добыча ведется у нас на горизонте 160-109 метров и ведется проходка, подготовка нового блока на горизонте 75 метров. И дальше по спирали мы через каждые 20 метров опускаемся, нарезаем новые горизонты по второму рудному телу и третье рудное тело. Так это по проекту согласно у нас до 220-го горизонта и ниже. В данный момент все это как говорится отработано уже не много лет ведется укомплектовано проходчиками, бурильщиками, как говорится машинистами ПДМ. Штаты у нас опытные, работают грамотно. В 50-х годах прошлого столетия на Майкаине заработала обогатительная фабрика. Работает она сейчас по двум направлениям золоту и меди. На полную мощность фабрика стала работать в 1962 году. Сейчас здесь три направления медь, цинк и золото. Трудятся на МОФе 160 тысяч человеком. Последние года работаем на штольневой руде северо-восток, с левого фланга северо-восток. Получаем медный концентрат, золото содержащий концентрат, цинковый концентрат у нас пока в разработке. В итоге получается у нас обогащение, самый главный показатель это излечение и качество, которое мы в данный момент близко к плановому, но в данное время из-за того, что руда по вещественному составу очень сложная, трудно обогатимая, есть проблемы, которые иногда мешают получить плановые показатели по излечению, а также по качеству. Производительность фабрики изначально была 300 тысяч тонн. После реконструкции в 2007-2010 годах эта цифра выросла до 500 тысяч тонн. А это проектная мощность предприятия. 14% меди содержится в конечном продукте медном концентрате, в цинковом 45% металла и в золото содержащем концентрате содержится 80 граммов золота на одну тонну. По месторождению Б у нас запасы плюс рудник Алпы 15,9 миллионов тонн руды. Это значит фабрика и поселок Майкаин на долгие годы обеспечен сырьем. И также наши руды они перерабатываются на фабрике с большим трудом. В свое время в Гоке Майкаин золото был обширный музей минералов самоцветов, найденных при разработке рудных месторождений. Здесь даже открывали цех по изготовлению женских украшений из камня и различных декоративных поделок. Сейчас цех не работает, но горники уверены, лучшие времена для Майкаина еще впереди. Уже отсюда золото содержащие медные концентраты отправляются на дальнейшую переработку в город Усть-Каменогорск. Но я же с вами прощаюсь. Ищите нас на сайте телеканала 24KZ и в социальных сетях. С вами была программа «Наше достояние». Всего доброго.